Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам вот о такой вот штуке, приспособе. Многие в описаниях у меня спрашивают, для чего это нужно, потому что я редко ей пользуюсь, редко показываю в кадре, потому что это такая громкая работа, стучащая работа, всё прыгает по столу, камера установить негде. Вот, сейчас я расскажу вот о такой приспособе, которая должна в принципе быть в любой мастерской, а я думаю, что она есть в любой мастерской. Ну, по изготовлению автомобильных сидений, ну и в том числе мебели, потому что мебелью я занимался в своё время. Не сошьёте вы ни один кожаный салон для автомобиля, и не сошьёте вы нормально ни один кожаный диван без вот этой приспособы. У меня она уже подвыработалась, ребят, сейчас я расскажу, как же её изготовить. Вот, что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится кусок ДСП, у меня это 16 размер, ну, если есть 20, 20 будет лучше, там, тоньше 16 не надо. Значит, что мы должны сделать? Мы должны изготовить две детали, то есть основу и саму ту часть, на которую будем класть отбиваемый материал. Да, забыл сказать, это для отбивки швов, ребят. Размеры. Основа 10 на 24, верхняя часть 15, 16, 6, ну и, соответственно, линия. Значит, вырезаем сначала основу, вырезаем вверх, зашкуриваем углы, чтобы не цепляло, это клей, ребят, это не грязь, это клей, а вот это грязь. Вот, значит, зашкуриваем, чтобы не цепляло материал. Здесь тоже чуть-чуть сравниваем уголки, тоже, чтобы они не торчали, потому что ДСП очень острое. Рассверливаем отверстие, обязательно просверливаем здесь отверстие и просверливаем здесь отверстие. Для чего это делается? Для того, чтобы здесь саморез легко вошел в эту часть, а эта часть не расщепилась от самореза, потому что 16-е ДСП, оно очень легко расщепляется, если вы вкрутите саморез без рассверливания. Трех саморезов вполне достаточно, клеем не обязательно пользоваться. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, подставочка готова. Берем теперь любую самую ненужную из отходов автомобильную кожу, но только, ребята, автомобильную толстую, потому что тонкая кожа у вас очень быстро пробьется, протрется, прорвется. Значит, ну, я взял квадратик такой, прямоугольничек такой, значит, 6 на, блин, не помню на сколько, сейчас скажу, 6 на 25. Вот, я его сейчас обмазываю клеем. Клей надо использовать, ну, я работаю с моментом, я делаю два слоя момента, первый как грунт, второй как клей. Соответственно, сюда тоже наношу клей, значит, на эту часть, на эту часть, на эту часть, и на бока примерно на 2,5 см наношу клей. Тоже два слоя, первый уйдет как грунт, второй как клей. Даю немножко подсохнуть, и приклеиваю вот эту кожу на, в общем, основу, которую намажу клеем. Клей у меня подсох. Теперь отрезаю ненужное на коже. Так, и теперь аккуратненько нам надо приклеить. Значит, кожа, она тянется, значит, располагаем ее примерно посерединке, так, на глазок, потому что пользоваться вы все равно будете только верхней частью. Так, приблизительно, вот ровно. И в этом месте нам надо ее потянуть, чтобы у нас сформировались вот эти повороты верхние, два. Вот, и теперь тянем точно так же вниз. Так, тянем вниз, приклеиваем, и с этой стороны. Тянем вниз, и приклеиваем. Для чего тянем? Для того, чтобы вот здесь у нас поменьше кожи осталось. Так, чтобы проще было разложить. Так, теперь раскладываем по бокам. Так, и как-то формируем вот эти уголки. Они нам мешать, в принципе, не будут, но сформировать их все равно как-то надо, придется, потому что надо куда-то деть кожу. Можно просто обрезать их. Как хотите. Так, вот у нас готова подставочка. Теперь мы ее, как следует, все уголочки прижимаем. Все приклеено четко. Сейчас я вам расскажу, теперь, как ей я пользуюсь. Прямо на этой новой подставке. Вот так вот. Если вам лень будет изготавливать новую, просто снимаете кожу, отпиливаете вот эту вот часть, которая у вас постепенно будет забиваться, и наклеиваете новую кожу, все быстро. Сколько времени ушло? Ну, где-то минут 20-30, я, честно сказать, не считал. Ну, при имении пилы это быстро, а вручную, конечно, побольше. Вот, сейчас объясню, почему именно надо делать СДСП. Ребята, дерево не подходит. По каким причинам не подходит дерево? Дерево не подходит потому, что у него разные волокна. Жесткое, мягкое, жесткое, мягкое, чередуется. Вот, и когда вы начинаете отбивать, у вас появляются здесь характерные ямки. Или углубление в этом направлении, или в этом направлении, но появляются, в общем, дефекты ровной поверхности. Фанера. Фанера тоже исключена, потому что, сами понимаете, там клеятся два слоя. Один слой так, другой так, третий так, четвертый так, пятый так, ну и зависимости от толщины. ДСП, она склеена, вот, как видите, древесно-стружечная плита, примерно как-то так. Вот, она склеена из таких вот опилок, и опилки, они просто со временем вот превращаются в такую вот ерунду. Этой подставки у меня где-то года полтора, примерно, два. Вот, вот за два года вот такая вот фигня получилась. Вот. Так что сейчас я покажу, как работать с кожей на ней. Я взял кожу, подклеил пятый поролон, 5 миллиметров, самый распространенный, который используют в нашей работе. Сошлю сейчас внутренние швы, и покажу, как пользоваться этой отбивочкой, ребят. Шов делаем на расстоянии сантиметра, примерно. Шов делаем на расстоянии сантиметра, примерно. Итак, ребят, рассказываю, для чего нужна отбивочка. Отбивочка нужна в основном для того, чтобы проходить швы, чтобы делать проще отстрочку, чтобы швы были уже развернуты. Вот когда в сшитом состоянии, видите, какой они имеют вид. То есть они прижаты друг к другу. Прямые швы отбиваются очень легко, просто на обычной плоскости. Берете молоточек, раздвигаете вот так пальцем, и отстукиваете их. Извините, если камера будет прыгать. Вот, проходите, отстукиваете. Это все очень просто. Мой вам совет пройти два раза. Ну, если у вас будет кривой шов, это подголовник, плечи, повороты на подголовник, ну, вообще, любой поворот, вы не пройдете его на столе, потому что вам будет неудобно. Для этого существует вот эта вот площадочка шириной 6 см, чтобы вы могли проходить по ней. То есть, когда вы отбиваете на ней, вы можете заворачивать шов как угодно. То есть, на ней очень удобно. Смазываете ее немножечко маслом, предварительно. Когда отбиваете шов, вот так смазываете маслом. Масло уходит с кожи. Это отбивка только для кожи, ребят. Эко-кожу можно отбивать, но только там, где сходится несколько швов. То есть, отбивка для кожи. Смазываете маслом, смазываете внутренний шовчик, чтобы было легче. Вот, этот не обязательно. И берете вот таким образом. Кладете и проходите. Я отбиваю и прямые швы. Дело в том, что когда вы отбиваете здесь прямой шов, это маленькая деталь. Но когда деталь большая, вы отбиваете, вам ужасно все это мешает. То есть, вам приходится руку держать, подсовывать, раскладывать неудобно. А здесь у вас есть зазор между полом и кожей. Можно с этой стороны, без разницы как пользоваться. Вот, теперь давайте обратим внимание, смотрите, что получилось. Значит, вот отбитая деталь. Это не отбитая. То есть, теперь, когда я буду класть на стол, смотрите, что происходит. Я кладу на стол, на рабочий стол, где машинка, я имею в виду про машинку, под машинку я кладу. И когда я продвигаю руку, у меня шов уже внутри разворачивается. Ребят, вот смотрите, он там уже под пальцем у меня развернутый. То есть, мне нужен минимум контроля. Вот, видите, смотрите, видите, мне нужен минимум контроля. Но если я кладу не отбитый шов, смотрите, что получается. Я кладу не отбитый и начинаю вести под машинкой. Видите, он не раскладывается. Вот, приходится через каждых там несколько сантиметров сувать руку. То есть, вот примерно это вот так происходит. Суете руку и каждый раз контролируете, чтобы шов, не дай бог, не в эту сторону, не в эту сторону не развернулся. А еще большая беда в том, что, ребят, когда вы делаете отбитый шов, вы все равно контролируете снизу, это понятно. Но контроль уже с наименьшими усилиями. Потому что, чтобы контролировать и разводить шов в стороны, вам надо прикладывать больше усилий на неотбитом, чем на отбитом. То есть, все мастера, которые шьют кожные салоны, все отбивают. Потому что невозможно шить ни один качественный салон, ни отбив. Я не знаю. Может быть, конечно, есть суперспециалисты без отбивки, которые делают. Но даже на любом заводе существуют машинки по прокатке швов. Это же тоже не просто так, ребят. Вот, значит, здесь минимум усилий. То есть, мы здесь, если мы вот здесь на отбитом, мы мало того, что еле-еле контролируем, потому что, видите, он уже отбитый в стороны, но и растягиваем. То здесь на неотбитом, это не отбитый, мы должны помимо того, что достаточно сильно контролировать снизу и растягивать. То есть, в общем, если вы шьете сидение, у вас руки затекают до невозможности, ребят. Ну и красота шва. Внешне вы не заметите, но когда вы начнете шить, вы на собственных руках почувствуете, насколько легче шить отбитые и насколько сложнее шить неотбитые. Я-то, конечно, сейчас постараюсь для вас, сниму видео красивое. И у вас будет, точнее, у меня будет шов на отбитом и не на отбитом совершенно одинаковый. Но когда я буду шить сидение, я потрачу энергии и сил на неотбитый шов намного больше, чем на отбитый. В этом суть вся вот этих штук, отбивалочек. То есть, сейчас я в этом ролике вам показываю не красоту швов, а просто показываю, что вот это устройство, оно должно быть в каждой мастерской, оно очень удобно, помогает. Оно сохраняет неимоверное количество сил, ребят. Во-первых, оно очень формирует красивый шов, а во-вторых, оно, в общем, сохраняет огромное количество сил. И плюс не сводит пальцы, потому что, когда вы занимаетесь вот этой мелкой монотонной работой, у вас просто сводят все пальцы, руки, кисти. Это кажется, что вы сидите ногой, жмете на машинку и ничего не делаете. Но когда вы шьете, ребят, поверьте мне, вот этот кусочек я сейчас прошью легко. Но когда вы шьете на сидениях там метры, целые метры, там до пяти метров, вот такой вот от строчки, до десяти метров, у вас просто сводят руки. Уже просто надо вставать, ходить, чтобы хоть как-то оттекли руки. Так что сейчас я отошью вам и покажу. Итак, заключение, ребят. Значит, как я и обещал, разницы вы не увидите, потому что я старался и не на отбитом, и на отбитом материале. Я старался, поэтому разницы вы не увидите. Какой еще нюанс я добавлю? Когда я давно не шил не отбитые, я всегда шью и отбиваю, и шью своим вот этим способом. Отбиваю, короче. Вот, значит, когда сидение у вас, материал не отбитый, то вы еще кончиками пальцев, когда раздвигаете шов, чувствуете вот этот бугорок. То есть, он ужасный. И лапка стремится у вас съехать всегда с бугорка. Ну, понимаете, всегда лапка стремится съехать с бугорка. То есть, вам приходится контролировать еще и передвижение лево-право лапки. Вот здесь на отбитой ничего этого не происходит. Лапка идет ровно, прямо, потому что вот в этом месте нет бугра. Кожа-то отбитая, поэтому бугра нет. Вот, это ролик, значит, у меня не по швам. По швам, ребят, я ролик сниму вам чуть попозже, потому что если я сейчас начну рассказывать по швам, это уйдет у нас еще час к этому ролику. Потому что швов огромное количество, огромное количество используется для этого различных, ну, не приспособлений, а нюансов. Это иголка, это нитка, это освещение, это натяг нитки, это нижняя нитка, это верхняя нитка, размеры. Вот, это материалы, которые прошиваются, это отступы, это обрезание, необрезание. То есть, если я сейчас начну перечислять, я просто ролик из четырех частей сделаю. Каждые по полчаса, грубо говоря, даже часа на два, наверное, хватит. Так что, ребят, этот ролик чуть-чуть о другом. Значит, еще один нюансик добавлю к этому ролику. Значит, что отбивать надо обязательно молотком из нержавейки. Не поленитесь, купите из нержавейки. Объясню, почему. Молоток не должен оставлять никаких следов. На черном вы ничего не увидите, даже если у вас будет обычный молоток ржавеющий, вы ничего не заметите, когда. Но когда у вас будет светлая кожа, бежевая, там, допустим, топленое молоко, песочного цвета, вот, у вас от молотка, который, извините, там некоторые люди, я видел, просто какими-то ржавыми молотками отбивают. Это просто ужасно, ребят. Он стоит копейки. Вот этому молотку я не знаю сколько, больше десяти лет я им отстукиваю. Вот, пятьсот рублей, по-моему, я его потратил, купил на рынке. Отличный, без каких-либо ручек. Надежный. Вот, никаких следов, ни отпечатков не оставляет. То есть, все. В общем, значит, заключение делаю еще раз очень быстренько, а то ролик очень длинный получился. Значит, подставка. Повторяю, ну, кому не интересно, выключите видео. Значит, подставка нужна обязательно в любом ателье для того, чтобы отстукивать швы. Если вы не будете отстукивать швы, то вы не сошьете ни один кожный салон, особенно в автомобиле. В мебели там немножко по-другому все. Я про автомобили говорю. Вот. Вот. Значит, отстукивать надо обязательно. Это облегчает вашу работу, экономит нервы, экономит силы. В общем, и качество шва совершенно другое получается. Вот. Отстукивать надо молотком из нержавейки. Значит, еще какой нюанс, блин. Вот, хотел вам рассказать, но, блин. Вот. И швы обязательно подрезайте потом, где-то 2-3 миллиметра остается. Особенно на поворотах это очень сильно видно. Вот. Так что, вот этот прибор, так сказать, делайте. Видите, я снял видео и заодно изготовил себе новый прибор. А тот выкинул в помойку. Если это прибором, конечно, можно назвать. Ну, в общем, приспособление, ребят. ДСП, натуральная кожа, клей-момент, саморезы. Все очень просто. Вот. Так что отстукивайте швы. Стремитесь к нормальному качеству. Не халтурьте. Делайте, в общем-то, как для себя. Давайте так скажу. Все. Всем большое спасибо. Извините, если там что-то где-то я упустил, возможно, не добавил в это видео. Ну, все невозможно, потому что я никогда не снимаю сценарий для ролика. Вот. Я как-то стараюсь от себя говорить. А говорун из меня плохой, потому что я работаю на работе один, целый день один. Вот. И разговаривать мне не с кем. Соответственно, все навыки разговорные, они теряются. Поэтому все люди, которые, так сказать, те же самые начинающие блогеры. Я не знаю, могу я себя назвать блогером. Наверное, нет. Потому что я особо Ютубом вообще не занимаюсь. Никакими продвижениями, рекламами, ничем не занимаюсь. Вот то, что Ютуб только мне там платит немножко за мои вот эти вот ролики. Вот. Только с этого я и получаю пока. Вот. Ну, трачу я собственное время. Показываю вам много всего интересного, особенно по работе. Вот. Так что уж извините, что на сайте есть реклама. Точнее, в роликах есть реклама. Мне надо тоже как-то окупать рабочее время. Потому что я сейчас должен работать, а я снимаю ролик. Вот. А потратил время. Если бы мне нужна была подставка, я потратил бы 20-30 минут и работал бы. А я на все видео, ребят, потратил 2,5 часа. Вот чтобы вам снять вот это видео, я потратил 2,5 часа. Вместо 20 минут работы. Я бы заработал бы уже намного больше денег, чем мне даст Ютуб. Вот. Потому что у меня работы очень много. Всего большое спасибо, извините, за такое вот длинное заключение. Вот. Всем пока. Подписывайтесь на канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok